Диуэлт, Германия. Пассажиры погибли, потому что кто-то хотел спасти свою ручную кладь. Герхард Хигман. Диуэлт, Германия. 8 мая 2019 года. В результате катастрофы пассажирского самолета Сухой Суперджет-100 в России, по последним данным, погиб 41 человек. Полыхающий яд не давал эвакуировать людей. Но и человеческий фактор мог стать причиной гибели. В экстренных случаях во время эвакуации на счету каждая секунда. Но на виде аварийной посадки современного самолета Сухой Суперджет-100 в московском аэропорту, невероятные сцены. Хвостовая часть самолета объята пламенем. Оба нудувных трапа в передней части оперативно спущены, по ним спускаются пассажиры, но они выходят с довольно долгими промежутками. И видно, что некоторые скатываются по трапу вместе с багажом. Эксперты по безопасности отмечают, что брать с собой багаж во время экстренной эвакуации – фатально. На это тратится драгоценное время, которое необходимо другим пассажирам, в то время как салон самолета заполняется дымом. Согласно нормам, самолет должен быть эвакуирован через половину от общего числа эвакуационных выходов в течение 90 секунд. Действительно, в Москве люди могли погибнуть из-за того, что кто-то не захотел терять в пожаре багаж. Российские СМИ ссылаются на сообщения очевидцев. Утверждается, что люди, перед тем как покинуть самолет, в панике начали доставать вещи с багажной полки. Тем, кто находился в хвостовой части салона, не хватило драгоценного времени, чтобы спастись. Пострадали прежде всего пассажиры эконом-класса, ведь места бизнес-класса традиционно расположены в передней части самолета. В Суперджете в бизнес-классе три ряда по четыре кресла в каждом. По данным российских СМИ, все пассажиры, которые там находились, выжили. Кроме того, если сравнивать список жертв и их места в самолете, среди пассажиров задних рядов действительно больше жертв. Плотно расположены ряды опасны некоторые случаи экстренной эвакуации самолета в прошлых лет закончились благополучно. Так, в августе 2016 года после неудачной посадки в Дубае полностью выгорел самолет Boeing 777, Boeing 777, но жертв не было, как и во время инцидента с Boeing 767, Boeing 767, авиакомпании American Airlines, American Airlines, осенью 2016 года в Чикаго. Однако после тех инцидентов отраслевые службы начали спорить, не имеет ли смысл начать запирать багажные палки над сиденьями во время взлета и посадки. Тогда на надувные трапы не будут брать с собой крупный багаж, например, чемоданы на колесах, что вдобавок повышает риск получения травм в случае экстренной эвакуации. А плотно расположенные ряды сидений, в особенности у бюджетных авиакомпаний, тоже повышают риск в ходе эвакуации. Во время аварийной посадки загоревшегося самолета с 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту, по последним данным, погиб 41 человек, в том числе два ребенка. Оба пилота были эвакуированы из самолета по аварийным трапам из кабины пилота. Самолет рейса Су-1492, бывший в эксплуатации два года, следовал по маршруту Москва-Мурманск. Вскоре после взлета пилот по резервному каналу сообщил об отказе электронного оборудования и подал аварийный сигнал. Ходят слухи об ударе молнии, который самолет должен был выдержать. Пилоты направили самолет обратно в Москву и примерно через полчаса попытались совершить аварийную посадку. Но посадка была неудачной. После приземления самолет снова подскочил. Второй раз жестко соприкоснулся с взлетной полосой, в результате чего сломалась стойка шасси. Самолет протащило корпусом по взлетной полосе, вероятно, разорвало топливные баки, вылившийся керосин загорелся. Однако точная причина катастрофы будет установлена после изучения записи черных ящиков. Долгое ожидание запчастей Сухой Суперджет-100 с двумя двигателями и вместимостью порядка 80-100 человек является одним из самых современных самолетов страны. Первым пассажирским самолетом, разработанным Россией после распада СССР в 1991 году. Бейейнг помог разрабатывавшемуся и для западного рынка самолету появиться на свет. Американский концерн намеревался оказывать поддержку в эксплуатации, обслуживании и маркетинге. В 2001 году было объявлено о сотрудничестве, и россияне обязались не разрабатывать модель вместимостью более 110 посадочных мест, чтобы не конкурировать с Боингом 737. Суперджет должен был в первую очередь стать конкурентом самолетов Бомбардье, Бомбардьеер, С-серии. Сейчас это модель А220 компаний Airbus, Аэрбуз. Около 70% самолета, западного производства. Например, двигатели французского производителя Сникма, Сафран, Сникма-Сляш-Сафран, система управления, Липхер, Лебер. Но далеко идущим планом продаж западным клиентам после первого полета 2009 года и ввода в эксплуатацию в 2011 году не суждено было сбыться. Отчасти это связано с соображениями безопасности и проблемами с обслуживанием. А в конце 2016 года был введен временный запрет на полеты 11 моделей по причинам безопасности. Крупным клиентом стала российская авиакомпания Аэрофлот С-150 с заказами. В Европе сухой Суперджет 100 использовался только ирландской авиакомпанией Ситиджет, Читыед, которая сдавала до шести моделей в аренду Брюссельс Аирлайнс, Брусселс Аирлинис, входящей в группу компании Люфтганза, Луфтанза. В начале января 2019 года Ситиджет, а вместе с ней Брюссельс Аирлайнс, Люфтганза снова временно приостановили эксплуатацию суперджетов. Как отмечалось, решение принято из-за длительных сроков поставки запасных частей неразвитой сети сервисного обслуживания. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.